Ну ты что, специально, да? Ладно. Бежим. Я такой, хопа, хопа. Ну честно, ну попробуйте, да? Серьезно, я же сейчас серьезно буду. Если бы я была по президентам, такой человек нам нужен. Вы же знаете, я с мистикой работаю. Из ничто может сделать все. Это, кстати, очень хороший мой политический ход. Да не дай бог, да? Все прекрасно знают, есть предсказания, да? Все равно они делают выбор другим местом. Кто к нам с мечом, тот и от него, и убежит. А может к этому и готовиться? Откуда вы знаете? Не скажу дальше. Я как-то не рассчитывала на такой вопрос. Я можно отвечу правильно, как журналист, да? Журналисту. Не, не могу я как журналист отвечать. Я сейчас вам отвечу, как Фатима Хадуева. Идти на выборы или не идти? Люди уже давно готовы к пониманию, что 2018 год, он очень важный год для России. На самом деле, им кажется, что от их голоса ничего не зависит. Это большое-большое заблуждение. Важно, кто будет руководить страной. Кто будет представлять интересы России на международном пространстве. Ну, возможно, еще и на вселенском пространстве. У нас, может, в этот период времени инопланетяне выйдут на связь и нам подскажут, как все сделать. Например, мы инопланетян ждем на чемпионат мира. Может, они приедут, выиграют Россию и помогут нам. Ну, ладно, я к серьезному. Я настолько люблю свою страну, в которой я живу. И когда я слышу, что россияне говорят, у нас бардак, когда это все закончится, когда у нас будет так же, как в Европе. Вот поживите там, посмотрите, что там происходит. Я понимаю, есть сложности. Я понимаю, у нас мы не идеальны. Но давайте с этого момента просто понимать, что хорошо там, где мы есть. Если тебе кажется, что твой голос ничего не решает, то найди те способы, которые смогут в России решить эти вопросы. Я вот думаю, вот зачем я это говорю? Мне никто денег не платил. Я агитирую на выборы. На самом деле, я не об этом говорю. Я говорю о том, что людям нужно научиться делать выбор. Хочу этого, хочу этого человека видеть руководителем своей страны. Вы знаете, сколько у нас кандидатов в президенты? Я лично, кроме Путина, Жириновского, Собчак, больше никого не знаю. Грудинин. У него фамилия красивая. Грудинин, это который занимается, вот у него совхоз есть. И там можно приехать любое время, собрать землянику, себе домой на варенье, правильно? Ты знаешь, я его вижу в роли министра, как это называется, сельского хозяйства. Умная, острая на язык женщина всегда воспринимается категорично. Но я бы так хотела, чтобы Ксюша была в парламенте минимум. А знаете почему? Однозначно, все будут спортивные, все будут следить за своей одеждой, все будут книжки читать, чтобы знать, какие ответить на ее колкости. По крайней мере, она как виагра для интеллекта будет у наших мужчин, и все будет круто. Она уже больше никогда не уйдет из политики. Она туда вошла раз и на всю жизнь. И, в принципе, неплохо вошла. Вы ее программу видели? У нее очень хорошая программа. Ну вот давайте пусть Ксюша хоть образом женщины на предвыборной кампании, на этих выборах покажет, что женщина у нас умная, мудрая, колкая, может и так вот, ну, как мама, под затыкник дать. Крупных и важных. Она очень худенькая, она такая статуэточка, такая хорошенькая. Все время смотрю на нее, думаю, где мои же 20 лет? Я же так хотела бы так худенько, красиво выглядеть, а. У Бузовой аудитория от нуля, ну, и до 18. Так сложилось, что ее аудитория не входит в разряд тех, кто может голосовать. Но если бы Бузова нравилась от 18 и плюс, она бы взорвала этот мир. Я не удивлюсь сегодня, если Бузова переориентируется в политика. Но есть такая магия. Вы же знаете, я с мистикой работаю. Магия, которая из человека, из ничто может сделать все. Эти колдуны называются пиар. Когда звезды приезжают в регионы, поют песни, концерты в поддержку того или иного президента, народ ходит на их концерты, народ танцует, отрывается. На бесплатных концертах все просто счастливы. Но это никогда не влияет на выбор народа. А все равно в большинстве случаев боятся поменять стабильность. Поэтому, наверное, взрослое население в регионах будет голосовать за Владимира Владимировича. Страх неизведанного, страх будущего. Как может это измениться? Конечно, влияет, если нет войны. А Владимир Владимирович что обещал? Наращивать вооружение. Взрослое население понимает, если есть оружие, кто к нам с мечом, тот и от него и убежит. Вы так рано Путина не списываете с политических счетов, а? Вы уже интересуетесь, кто же в 2024 году займет его пост? Вы еще не знаете, какие законы он может принять? Может быть, он возьмет и решит, так, с этого момента, я сейчас за эти 6 лет приведу новые конституционные закончики там поменяю, и будет у нас конституционная монархия. Потом монарха выберем. И править будет у нас премьер-министр. Все. А может, к этому и готовится? Откуда вы знаете? После того, как президент станет президентом, у нас очень большие будут перемены. Не скажу дальше. Я пойду на выборы, я буду голосовать, я отдам свой голос. Орать не буду. На выборы, на выборы идти надо.